ребята всем привет вы на канале семян и чемоданах канал про путешествия и этой зимой уже теперь весной мы зимуем в сочи поэтому если ты впервые попал наш канал и не подписан на канал сразу нажимаю вот эту красную кнопочку и нажимай на колокольчик не пропускать но выпуски сочи мы переехали в конце октября и вот провели здесь кусок осени всю зиму и сейчас уже начинается весна но не про погоду сейчас и не про сезонность не просто вас новеньких ввел в курс дела сегодня ребята будет грустный выпуск почему потому что мы сегодня с вами пройдемся погуляем по тому пляжу которого больше нет я покажу расскажу почему так случилось и в конце выпуска для тех кто досмотрит я покажу истинную причину почему этого пляжа нет давайте начинать не подписался подписывайся лайком поддерживай погнали итак ребята мы сейчас находимся на пляже который тоже как вы видите уже исчезает и вот-вот его не будет неподалеку олимпийские объекты там дальше олимпийская деревня сейчас мы с вами туда идем что с пляжем вы видите что есть волна куча булыжников которые завезены искусственно чтобы волна не разрушала дальше впереди меня вообще огромная куча она вы видите да она в аккурат с этим бетонным парапетом и и сюда завезли и продолжают завозить и поэтому сегодня у нас с вами будет путешествие приключения вот по таким вот камням будем вместе с вами по ним перебираться подходить к морю смотреть так называемую губку и вы поймете почему так и для чего все это дело создано я предлагаю пойти будем с вами идти экстремально конечно но что ж пойдемте неподалеку ребята олимпийская деревня была построена перед олимпиады что там проживали как спортсмены таки обслуживающий персонал олимпиаду но кое-что построили из-за чего прекратился выброс природный выброс гальки из реки мзым то по побережью который постоянно постоянно отсыпал тут сам по себе гальку и галька появлялась вот тут была раньше галька сейчас гальки нет вот такие вот булыжники тут ребята бьет волна вот так это выглядит видите вот если можно даже рассмотреть что там еще есть галька а сверху уже вот такие балужоны я не рекомендую вообще в принципе гулять по этим камням если вдруг вы приедете и захотите повторить не нужно потому что скользко ну и короче не надо опасно вот эта штуковина их много на пляже розах утра посмотрите предыдущий выпуск я показывал они там тоже есть чтобы не волна ничего там не смыло вот видите вот она галька когда-то была но теперь нет да здесь конечно идеальное место потусоваться но выглядит это капец как опасно ребята вот так вот камень какой-нибудь собалится и может придавить поэтому конечно мы не рекомендую вам сюда суваться не нужно я вам сам все покажу вот видите вон там вот галька это то что было дело в том то что зимой зимой и весной здесь поднимаются очень сильные волны в этом году но может быть как говорится да еще не вечер и все еще предстоит нам увидеть но волна бьет настолько сильно что она вытекала за вот этот бетонный блок туда и разрушала там асфальт я вам покажу кадры сейчас получится я вставлю дождитесь и вот там в морюшке может тоже проследить галька есть то есть здесь вот вот так вот метров 50 шириной был берег ребята на который все приезжали отдыхали и здесь по-настоящему было очень-очень классно так вот мы с вами идем вот с таким обрывом эти стремально но что поделать да нам нужно поснимать отснять и по вам показать вот так все это засыпали не знаю сколькими камазами какой техникой сюда все это привозили но судя потому что туда завезли еще вот такие вот породы эти эти как это все вообще плакать охота когда это видишь еще дополнительно сюда насыпали и все равно волна подступает здесь вот если вы можете заметить что бетон вот с такими выемками как бы туда проседала волна но от большой волны это не спасло и 2000 2017 году здесь был такой калаб что волна так жестко выходила и вырывала все с корнем весь асфальт был перерыв часа кадры прикреплю надеюсь мне это получится сделать было короче жестко и пляж смыло естественно неузнаваемости начали бить тревогу вот завязали вот такой вот камень чему я все это вообще вам рассказываю вы когда приезжаете отдыхать ребята берегите природу не оставляйте мусор ведь ничто не вечно даже вот такой огромный пляж который когда-то был его теперь нет ведь еще происходит вот такой вот ужас сейчас можно наблюдать а раньше вот многие кто очень любил приезжать в это место здесь было действительно классно но увы и многие сейчас переезжают отдыхать я вас да как говорится предупрежу что если вдруг вы где-то там по какой-то рекламки попадаете в олимпийскую деревню смотрите что вот там отельчики туда-сюда можно там отдохнуть можно снять можно типа по дешевочке сейчас мы дойдем вам покажу что такое олимпийская деревня кто не знает то знаете что купаться у вас возле своего номера где вы все это сняли не получится потому что пляжи ребята тут не ту так так что друзья мои вот подписывайтесь на канал буду вам вещать какая здесь обстановка и вы сможете уже для себя определиться перед поездкой в сочи перед вашим отпуском куда вам действительно поехать и где вам остановиться вот так вот можно вообще короче спрыгнуть и пойти вот по обычному бетону который есть по всей меридинке и мы попали с вами в такую рампу да и с одной стороны вот эти все огромные камни с другой стороны этот бетонный отбойник от волны и там сзади опять камни вот такая вот атмосфера вот ведь вот эти канавки сюда вот так волна заходит туда уходит но что-то пошло не так и вот вы можете видеть да эти остатки пляжа остатки пляжа просто пляж как бы смывает галька в море уходит пляж становится уже и волна естественно выхлёстывает прямо на набережную разрушая абсолютно все вот видите вот так вот вот там что то есть еще осталась галечка очень жаль а забравшись наверх давайте весь с вами сделаем вот так вот хоп-хоп-хоп-хоп вот так вот можно увидеть море и и даже на мое удивление небольшой кусочек пляжа а знаете чё когда здесь штиль очень здорово взять собой лежачок и вот на этом уголочки лечь и отдыхать но с другой стороны в море купаться нужно будет аккуратно если вы решите здесь потому что там лежат булыжники можно не видеть и об них бабахнуться ну на этой стороне как всегда продолжается стройка что-то строит это стройка еще идет с 19 года я ее помню здесь тоже что-то строит в общем по всей набережной вдоль все что-то строит а еще вы можете посмотреть вот этот выпуск когда я начал его снимать и вообще не мог въехать где я нахожусь ведь вроде мы всегда там ходили там парковали машину а сейчас все там изменилось и уже все не так посмотрите какая там грандиозная стройка если вы захотите снять отель поблизости рядом с этой стройкой то знаете что покоя вам не будет потому что там постоянные строительные стуки звоны короче а там погулял прошелся охренел обязательно гляньте выпуск тоже ценные сто процентов вот так вот ребята выглядит набережная там булыжников поменьше навалено но за счет того то что видите есть булыжники соответственно здесь поменьше но не факт что их не будет чуть позже уже непосредственно как тут вот остатки пляжа родной гальки родной гальки ребята представляете вот она была когда-то так и было классно но увы все теперь не так в комментариях напишите пожалуйста те люди кто отдыхал 2017 году 2016 2015 на вот этом пляже подтвердите мои слова что он был действительно широкий здесь было очень и классно но сейчас вода вы можете вот просто высота вот этих каменных гор она она нереально к это огромный этот представьте мощность волны черного моря которая бьет бьет так что все тут вырывает вообще так а мы с вами вот попали вот такой кусок не до пляжа на котором летом да конечно здесь тусуются но купаться здесь сами да можете понять что не совсем то пальто вот даже сейчас тоже здесь люди тусуются но сейчас не сезон межсезонье поэтому в принципе пойдет есть спуск но здесь на входе висят таблички что купание тут запрещено здесь летом вот на этом клочке люди отдыхают купаются здесь даже выставляют сап доски берут катаются да но здесь как бы не то здесь такой есть некое уединение для любителей какого-то вот тихого местечко да это место подойдет но говорю будьте осторожны когда купаетесь чтобы не удариться об камень ладно давайте с вами дальше продолжим наше путешествие по вот этой береговой линии по пляжу которого больше нет вот ребята представляете тут было вот как померить ники возле магеллана вот все был пляж 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 а сейчас вот просто вот эти вот булыжники и видите как построили вот так вот волна все подмыло ведь еще творится и вот так вот вот такую разрушительную силу играет волна имеет точнее волна до черного моря но тут даже конечно не в волне дело тут больше человеческая ошибка как правило дать человек залез в экологию и все так вот тут обрывы соответственно если ходить то нужно однозначно аккуратно детей за руку всегда помните да эти правила потому что здесь любопытные особенно наши и могут конечно взять и бабахнуться здесь вот этот камень свежезавезенный его не было по крайней мере я его не видел не обращал на него внимание вот он пляж вот так вот как тут купаться ну никак видите там все завалено бетоном тут тоже бетон но есть кусочек гальки старенький который когда-то был так ребята мы с вами дошагали до олимпийской деревни вот эти домики это и есть все олимпийская деревня отдыхать конечно классно да виды все тут хопс снял на себя барды смотрите да вид вроде ничего но вопрос а где купаться а купаться негде поэтому всегда учитывайте этот момент ребята что если вдруг вы решите здесь снять жилье то будьте готовы что купаться здесь у вас не получится ну не получится 10 установили сети рыбаки ловят рыбку и все в камнях вот есть просветы эти пляжи который когда-то был и мы с вами почти почти подошли уже к виновнику назовем его так к виновнику почему этот пляж смыло почему его больше нет и почему продолжает и меритинка исчезать и для тех кто подписан на наш канал вы можете постоянно наблюдать я показывал как отсыпали в двадцатом году осенью машины на пляже редисон как выравнивает техника какие после того как случается шторма какие происходят получаются обрывы в море реально такие я вам скажу действительно мощные а вот эта вся история вот это называется губка то есть волна хлоп сюда и впиталась какая порода до камней не знаю кто в курсе напишите откуда завозит этот камень конечно интересно откуда я слышал что гальку в меритинку завозят откуда-то садыгеи вот смотрите видите все мокры там вот вот на вода подходит и она вода она тоже там подмывает и получается что камни даже которые лежат сила волны настолько сильная до что там все тоже подмывает и камни вот эти вот все они тоже сползают вниз очень медленно но сползают вот так вот друзья вот пляжа пляже которого больше нет по вине человека смотрите что я для вас нашел ой 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 вот это жесть слушайте вот вы даже из-за человека дельфины подходят близко и волну их вот так вот выкидывает ни хрена себе слушайте вот это да дельфин смотрите какой большой ёпсель-моксель дельфин представляете бедолага застрял у него был шанс выбраться но учитывая что здесь вот такие вот булыжники конечно он не выбрался морить какой крупный ёпсель-моксель бедненький да вот так вот ребята видите блин грустно вообще очень грустно ребята когда вы приезжаете отдыхать неважно на море либо куда-то в лес собирается вообще на природу берегите природу не надо никогда мусорить не надо за собой ничего оставлять убирайте уносите потому что вот это я думаю что это не единичный случай если здесь еще пройтись по заглядывать в эти камни то дельфин здесь явно не один это просто он лежит вот так на поверхности его видно и мы его вместе с вами увидели настроение короче испортилось ладно давайте с дальше продолжим продолжим двигаться вот вы представляете да сколько по времени вы уже смотрите выпуск до столько же по времени сыну чуть побольше до учитывать что я немножко прерывая видео я столько же и двигаюсь и масштаб исчезающего пляжа да вы в принципе можете для себя понять это очень серьезная тема особенно для экологов которые вообще там бьют тревогу потому что пляж исчезает да вот там можно увидеть давите море заходит заходит и все вот так вот очень-очень плавно плавно аккуратно подмывает а потом в один прекрасный момент хлопц и вода вышла так вот ребята в семнадцатом году здесь было конечно полная жесть вырывала асфальт здесь по-настоящему была прям такая природная катастрофа море бушевала видимо возмущалась на все то что настроили здесь люди и вообще как говорят экологи что когда наступит самый-самый сильный шторм то эту олимпийскую деревьев смоет и меритинку там где мы часто отдыхаем тоже половина снесет и будут конечно серьезные убытки у тех предпринимателей у инвесторов которые вложились во всю эту тему а вот она галька можете с вами увидеть я так хожу смотрю судя по бутылкам которые здесь валяются люди приходят сюда назовем это отдохнуть но если вы уж приходите сюда отдыхать то ребятки выбрасывайте пожалуйста выбрасывайте за собой мусор в мусорке они на пляж видите да кстати еще вот идем с вами и каменная порода она вся отличается здесь такой цвет там такой дальше другой цвет там другой там другой то есть чтобы понимали да что вот эту вот эти булыжники их привезли не когда-то да там семнадцатом году и оставили нет 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 их постоянно привозят смотрят насколько видимо сильное происходит разрушение после зимы либо перед зимой и и естественно вот так вот все это дело завозят и укрепляют хотя решение чтобы спасти олимпийский пляж вот этот огромную огромную береговую линию решение конечно есть сейчас чуть позже я вам его тоже расскажу поэтому немножечко терпения ребята сейчас будет инфа прыгал прыгал я в общем по этим камням и допрыгал до так называемой набережной конечно с которой открывается виду на вот эти бетонные сооружения здесь тоже можно погулять но чуть дальше там сейчас я вам покажу тоже сделаю там небольшой обзорчик пойдемте и вот тут ребята начинается то ради чего так сказать мы сегодня все смотрим этот выпуск то место из-за которого исчезает олимпийский пляж и часть конечно же исчезла не превратились в булыжники а случилось это все ребята из-за постройки перед олимпиадой имелитинского порта яхтенный порт вот тут стоят много судов дальше стоят большие суда сейчас мы с вами на них дойдем но я вообще называю такое же где вместо ржавых свал каких-то кораблей на часами короче все поймете мы сейчас вами дойдем отели конечно да здесь вообще классный трэдисон огромнейший бассейн ну вот да собственно чтобы особо люди не расстраивались что арендовали создать апарты с видом на море и пляжика нет найти вот вам открытый бассейн почему нет вечером вышел немножко вот этот погулял здесь конечно очень классно гулять здесь прикольная прикольная такая локация такое микро мини центральная сочи да здесь тоже стоят кораблики сейчас подойдем поближе все увидите посмотрите и кучу всяких вот таких торговых рядов где можно что-то себе приобрести кучу всяких разных кафешек и самое что здесь есть клевое хочу как только она откроется здесь есть искусственная серф волна находится она вот видите кусок торчит это есть серф волна вот огромного такая ребята площадка до людей сегодня мало потому что идет ветер полу какой-то морость но в принципе на улице тепло градусов 15 и вот это мини мини сочи вот так вот все закрыто бетоном до от волны и стоят кораблики американский порт так что тут есть да если вы вдруг решите сюда приехать погулять здесь стать по вечерам стоят мотоциклы которые тоже можно там взять в аренду но с водителем естественно вас покатают с каким-то определенным определенным кайфом да кто не боится гонять на мотиках велкам здесь вот сувь кафе есть игровые зоны всякие маркеты и клуб вот как-то сюда заезжают на машинах не знаю я как ну провести конечно здесь время достойно можно мне вообще нравится эта локация тем то что такая изюминка здесь вот эти вот все кафешки да все заведения сделаны из морских контейнеров и получается что все сделано в таком вообще едином стиле сами на посмотрите насколько это клёво как это смотрится все в таких серо-коричневых тонах ну в существо мне так это прямо очень-очень прикольно вот он порт наверное здесь тоже можно арендовать катер покататься вот открывается а он уже открылся а вот открывается второй этаж да вы тоже из контейнера можете заметить очень очень клево а здесь вода ведь из моих контейнеров еще что-то выстраиваться такая стройка полным ходом запомните это место если они до лета откроют посмотрите насколько круто это будет смотреться также да как но запомните пока вот так как она есть дальше будет круто здесь установлен вот батут батут который пока сдутый спущенный ну и все и вот собственно сам корабль я не знаю что такое мы сюда вот ходим мимо и я ни разу не интересовался больше какой-то даже ресторанчик если такие вот челаут зоны до 1 2 3 4 для четырех человек тоже можно сесть залипнуть посидеть ну и куча кафешек а вот непосредственно да вот сам порт по которым говорил вот он выглядит вот так вот ржавая корыто стоит огромнейший куча прокатов ну все постихоньку-потихоньку начинается уже готовится к сезону вот с этой стороны вот такие апарты с видом на морской порт ну я не знаю есть конечно здесь и паркуются яхты и корабли которые функционируют то мне кажется большинства недавно уже не ездят такие знаете как такая уже заброшенная автостоянка вот собственно причиной почему исчезает пляж это вот этот порт который закрыл природный вынос выброс гальки и пляж исчезает ну друзья как то так что ребята вот такой вот грустный выпуск на с вами получился во первых мы увидели исчезающий пляж плюс наткнулись на этого мертвого дельфина очень жаль очень поддержите канал подписочкой делайте репост я думаю что все что мы снимаем и сами делимся это очень ценно поэтому не жалейте нажать на кнопочку репост и конечно же не жалейте лайки и пишите свои комментарии свои мнения вопросы пожелания в комментах я всех вас обнял всем пока до новых выпусков